Ребята, всем доброе утро. Я уже собралась краситься. Уснулись, я помыла голову. Буду еще менять постельное белье с самого утра. Решила не застилать, знаете, чтобы сразу уже поменять. Так, вот у меня тут все стоит для макияжа. Буду краситься. Хотела вам еще показать. У нас вот такой сок в холодильнике стоял. Ну, он, в смысле, закрытый был просто, охлажденный. Лайм Личи Манго Гуава. Я его не пробовала. Ну, понятно, что он тропический. Ну, вообще, его ни разу не пробовали. И взяла вот два пакетика желе вот такого, Хаас. И замешала желе из этого сока. Вот оно тут стоит, уже остывает. В общем, вот такая основа под торт. Может быть, помните, что я готовила... Ну, получилось так, что когда я готовила торт из киви, у меня остался крем. И я туда печенюшки засыпала. Я ее выложила полностью по форме для торта. И вот сейчас хочу полить желе. Нам понравилось. Желе с кислинкой. Оно так хорошо освежает, знаете, сладость торта. Прямо Саше очень понравилось и мне. Поэтому решила сделать вторую партию так же. А пока остывает желе, накрашусь быстренько. Все, я покрыла тортик желе. И теперь отправлю в холодильник застывать. Вот, видите, он такой. Ну, по высоте не очень большой будет. Но тут все равно печенье чуть больше, чем желе. Ну, практически пополам. Я всегда, когда ставлю в холодильник, обязательно накрываю чем-нибудь. Какой-нибудь тарелочкой, чтобы, знаете, запаха потом не было холодильника. Привет! Привет, привет! Саша мне помогает. Баночки из... Это вот где мы взяли, в ленте. Тут фасоль. Они кривые и не открываются открывашкой. Я тут пыталась-пыталась, ничего не получилось у меня. Ну, не знаю. Теперь он могу открыть. Ну, давай. Как-нибудь. Хочу паштетик сделать, бутерброды. На завтрак, в смысле. Тортик застыл. Он же уже был пропитан. Железо застыло. И вот так как-то получилось. В разрезе выглядит. В общем, паштетик мой приготовился. Вот такой красивый получился. Ну, приготовил. Ничего он не приготовился. Густой ложка стоит. Все. Приятного аппетита нам. Приятного аппетита всем, кто кушает. У меня уже почти высохла голова. Я всегда ее сушу без фена. Я только в конце, когда она уже, знаете, почти высохла, чуть-чуть досушиваю вот с расческой, чтобы волосы были прямые. Я поменяла постельное белье. Застелила кровать. Чистота и красота. И теперь иду монтировать видео. Мне сегодня нужно смонтировать два видео. Снятие гель-лак. Поскольку вышло видео с гель-лаком. Проходите, смотрите, как сделать гель-лак в домашних условиях. Очень интересно и быстро, и просто. И легко. В общем. И мне нужно теперь еще снять гель-лака. Сделать тоже видео. Ну, там, в принципе, оно коротенькое достаточно. И также мне нужно смонтировать вложик для вас интересный. Ну, у меня сейчас в основном больше влоги домашние. Но все равно всегда что-нибудь интересненькое для вас в них есть. Так что я сажусь монтировать на своем новом ноутбуке. Я, кстати, им очень довольна. Фирма Шпи. Такой красивенький. Вот тут мои признания. Которые мне Саша подарил. Я буду в день по штучке открывать. Кстати говоря, давайте и откроем. Так. Достаем одно. Я так понимаю, что они все разные. И сегодня, когда мы гуляем вечером, я для тебя защита, а ты для меня фонарик. Как мило. У меня, кстати, весь журнальный столик завален посылками соли. Я сегодня буду снимать видео. Покажу вам свои покупочки соли, которые уже успели прийти. И я смонтировала. Время только полвторого. Я уже тут закончила. И волосы посушила. Уже тут достала сушилку. Осталось 25 минут. Скоро уже достирается белье. Я его, кстати, стираю всегда на максимуме. Практически на кипячении 95 градусов. Поскольку постельное, так гигиеничнее. В общем, я так стираю. И пора готовить обед. Что-нибудь вкусненькое. Я хочу приготовить макарошки с соевым фаршем в сливочном соусе. 300 грамм у меня будет вот таких тоненьких-тоненьких спагетти. Стакан молока овсяного для сливочного соуса. И что еще? Супер-фарш у меня вот такой. Житница здоровья. Морковка одна. Я сделаю зажарку из морковки. Я порезала морковку достаточно крупными такими кусочками. Уже отжала соевый фарш. Он настоялся. Лишнюю жидкость лучше отжать. Также вот кропчика чуть-чуть отделила. Это буквально сверху посыпать. И на стакан молока. У меня овсяное, можно брать любое. Я добавила 2 столовых ложки с горкой обычной пшеничной муки. И размешала вот так. И тем временем у меня уже сварились макароны. Я сейчас их солью в дуршлаг. И буду делать зажарку. Первым делом я зажарю морковку. Практически до готовности. Я сразу же добавила в морковку по щепотке розмарина, французских трав и черного перца. И кориандра. Вообще, если у меня способ приготовления лапши такой, что я потом еще буду какой-то соус добавлять. Ну, то есть, если буду еще разогревать ее. То я обязательно ее промываю. Видите, какая она? Вообще не слипается. То есть, очень-очень хорошо, когда промыто от вот этого липкого слоя крахмального. Это намного прикольнее получается. Но если просто макароны с маслом, то, понятно, я их не буду промывать, чтобы они горячими были. А так всегда промываю. Долила к морковке еще пару столовых ложек соевого соуса, чтобы было ароматнее. С чего у меня будет сам сливочный соус? Я взяла стакан овсяного молока, стакан воды. Добавила сюда 4 столовые ложки обычной белой муки, 2-3 столовых ложки где-то майонеза. Все это хорошо смешиваем. Когда я это высыплю уже в фарш с морковкой, этот соус начнет густеть. И затем уже в него мы добавим макаронки. Морковка приготовилась. Я досыпала в нее фарш. И сейчас сюда же буду выливать жидкость молочную. Добавила чайную ложку черной соли. Думаю, пока будет достаточно. Там уже, когда добавим макарошки, надо будет еще пробовать. Соус подогрелся и уже начал густеть. Видите? Теперь можно добавлять макароны. Я, кстати, макароны всегда разрезаю кухонными ножницами. Ну, в нескольких местах, чтобы они, знаете, так было поудобнее, в общем, их есть. Но при этом, чтобы они остались длинными, но так не тянулись. Я их хорошо перемешала уже вместе с соусом. И теперь нужно дождаться, пока все это хорошо прогреется, должно снова нагреться. Все. Я, кстати, еще досолила. Где-то чайную ложку без горки морской соли добавила. Ну, так, чтобы по вкусу было чуть-чуть подсолено. Все готово. Макарошки прогрелись. Теперь я добавила зелень. И сейчас еще раз перемешаю и выключаю. Все. Вот так вот джинна у меня получилось. Я сажусь кушать. Всем, кто тоже завтракает, обедает или ужинает, приятного аппетита. Ой, аромат стоит на весь дом. Саша попозже приедет. Я вкусненько пообедала и тем временем у меня достиралась стирка. Я уже повесила все здесь. Включила свет. Буду сейчас снимать видео. Вот здесь на полу буду сидеть, около диванчика. Видео с распаковкой соли. Так что смотрите, будет интересно. Я уже закончила снимать видео. Также я сняла свою коллекцию тканевых масок видео. Я уже к зале прибралась. Убрала все после этой распаковки. Там было просто сумасшедшее количество пакетов. Ну, вы понимаете, у Алиэкспресс пакет на пакет, еще одет в пакет. В общем, как-то так. По плану завтра тоже снять видео. Ну, не знаю, завтра или, может быть, в понедельник. Там я буду пробовать всякие интересные штуки с Алиэкспресс. То, что мне самой, честно говоря, не терпится это все попробовать. По-моему, это все очень и очень интересно. Время у нас... Сколько время? Полпятого. Ну, в принципе, я справилась достаточно быстро с задачей. И около пяти, может быть, шести, уже назад вернется Саша домой. Так что пока что я сейчас убираюсь. Прям, знаете, так захотелось попить что-нибудь горяченького. Сделала себе огромную кружку. Сразу. Коря и луку достала. У Саши, кстати, дынный. Он вообще сумасшедший дынный. Такой яркий ароматизатор. А вот у клубнички в меру. Муж пришел. Голодный. Ого. Гора. Это прям гора. Да. Сейчас. И так. Начну. Да. Разобадывай. Саша не обедал. Голодный, поэтому у него такая порция лапши. Ну и у меня тоже лапша. Будем, в общем, кушать. Ола. Приятного аппетита. Саша намешал себе опять соус к начосам. Сегодня у него такая. Открываем его большую пачку. А я снова буду подкорн. Что? Только грушевое открывал. Тут теперь уже брюд безалкогольный пошел в ход. Пьем, пьем. Новогодние запасы. Пьем, пьем. Ого, как шпакнуло. Нет, чтобы чай пить по вечерам. Мы безалкогольное шампанское хлещем. Ну, а куда его девать столько, да? Я его буду со Швейпсом. Да. Паша еще и со Швейпсом хочет. А я так буду. У нас, кажется. Угу. У нас тут снекляндия. Да? Да. Класс. Будем уже скорее что-нибудь смотреть. Что творишь? Что? Ну, что? В общем, ребята, нам нужно отдыхать. Завтра у Саши долгий день. Он уезжает на весь день по делам. Я хотел за кадр. Ну, давай, давай, еще раз. Отъехать. Вот. А я буду проводить воскресенье, как все нормальные люди. Валяться и смотреть киношки. Ты что, тусить? Мультики смотреть больше? Да. Буду. Ну, много не буду без тебя смотреть. Много не смотрю. В общем, ребята, будем отдыхать. Всем счастливо, хорошего настроения. Всем удачи и всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!